Всем привет! Меня зовут Кирилл, вы смотрите Easy English. И сегодня я буду вас учить, как говорить по-английски с американским акцентом. Это те звуки в американском английском языке, при произнесении которых делается остановка дыхания, но делается это все в горле, а не в передней части ротовой полости. Данное видео я решил записать после того, как один из подписчиков задал вопрос о том, как произносится слово certain. В прошлом видео, когда я вам рассказывал о R-colored vowels, так называемых, прозвучало слово certain. Давайте разберемся, что такое гортанная смычка. Кстати, это официальный термин в лингвистике. Также вы можете почитать подробно о гортанной смычке на странице в Википедии. Давайте представим, что у вас есть слово гора. Mountain, mountain. Все знаете, как оно пишется. Если нет, напишите себе на бумажке и постарайтесь прочитать. Я дам вам три секунды на то, чтобы подумать, как бы вы произнесли слово гора. Один, два, три. Три секунды истекли. Итак, американцы произнесут это слово mountain. Так же, как и слово certain из прошлого видео. Вопрос, почему? Ответ, никто не знает, но американцы так произносят. И наша задача сегодня научиться произносить этот звук, как настоящие американцы. Итак, чтобы произносить этот звук, нам нужно научиться находить его в речи, в словах, в предложениях. Если у вас есть слово, в котором, чаще всего в положении, в конце слова, имеется буква t, и после нее имеются несколько гласных и стоит буква n, либо же они идут вместе, то вы имеете дело так с называемой гортанной перемычкой, гортанной смычкой, извините. По-английски будем называть это stop sound. Что такое stop sound? Это звук, при произнесении которого мы должны сделать резкую остановку воздуха и дальше продолжить нашу речь. В качестве слова мы сегодня разбираем mountain. Итак, давайте разберемся. Первая часть этого слова произносится mountain. Здесь все предельно ясно и просто. Звук n, это когда вы поднимаете свой язык к верхним зубам и дотрагиваетесь до альвеол. Дальше. Основное правило гортанной смычки или stop sound, это вместо буквы t вы не произносите его. Вместо этой буквы, точнее вместо этого звука вы произносите носовой, гортанно-носовой, я бы даже сказал звук n. Причем ваш язык может касаться верхних зубов, вы можете держать его в положении, в нейтральном положении. Итак, давайте попытаемся произнести слово mountain. Не так, как я его сейчас произнес, а правильно. Mount n. То есть первый звук n вы произносите, как вы привыкли произносить, и второй звук n вы произносите через гортань, переходя плавно в нос. Mount n. В быстрой речи это все сокращается, что можно подумать, что американцы произносят только горловой, гортанный, носовой звук, но это не так. В качестве примера второго слова мне на ум приходит, точнее третьего у нас есть все, у нас есть хлопок. И примеры жизни. Где-то год мне потребовалось на то, чтобы приучить свои зубы, язык, губы и свою гортань правильно произойти этот звук, потому что с непривычки кажется, как будто вам что-то мешает. Очень хочется произнести этот звук отчетливо. А если вы говорите в быстрой речи, срабатывает старая привычка и произносится это все как, например, certain, mountain и так далее. Ну, по истечении года как-то приучился мой речевой аппарат к правильному произнесению через именно stop sound. Итак, хлопок, cotton. Здесь, если вы посмотрите, у вас есть звук ти, после него идет гласный звук. Неважно, может быть, согласные звуки, может быть, гласные звуки, но всегда после этих звуков будет стоять звук н. Именно тогда вы имеете дело вот с таким правилом. Итак, сегодня я вам рассказал, как произносить слово mountain, cotton, sentence, important, certain из прошлого видео. Если вы найдете какие-то другие слова, которые будут произойти, а также отпишитесь в комментарии. Если у вас возникнет вопрос, вы не знаете, как это слово произносить, также напишите в комментарии. И в конце видео, заведем за правило, будет рубрика «Ответы на вопросы». Так как я, к сожалению, не могу ответить всем подписчикам в силу нехватки свободного времени, поэтому если вы задаете вопрос и не видите ответ, вы не думайте, что я не отвечаю. Я читаю абсолютно все комментарии, но иногда просто нет времени ответить, иногда я не совсем понимаю вопрос, поэтому сегодняшний вопрос будет следующий. Несколько подписчиков спросили меня, есть ли, точнее, какой самый действенный способ быстро, я подчеркиваю это слово, быстро выучить американский язык, ну или быстро выучить разговорный язык. К сожалению, у меня нет ответа на данный вопрос. Если бы такие методы существовали, то люди бы не тратили по многу лет на изучение иностранного языка. Также от себя хочу добавить, что прилагательное «быстро» и «иностранный язык», к сожалению, вместе не работает. Также, когда спрашивают, как быстро выучить язык, я тоже очень часто отвечаю, что нет такого понятия «выучить язык». Язык – это вечно изменяющееся орудие, назовем его так, используемое для разговора, или это не правило, это не формула, которую можно выучить за день, за два, за несколько лет. Нет, слова приходят и уходят, язык остается, то есть он постоянно изменяется. Итак, помните, что не существует формулы, нет такого магического зелья, которого вы пьете и на следующее утро заговорите по английскому языку. Невозможно выучить английский язык быстро, можно лишь выучить какие-то фразы, я не спорю. Надеюсь, что данное видео будет вам полезно, и в следующий раз, когда вы будете смотреть сериалы или фильмы на английском языке, вы обратите внимание на то, как эти звуки произносятся. Также хочу напомнить, что если вы где-то в речи или в разговоре со знакомыми услышали, что кто-то говорит, произносит слова не так, как я рассказываю вам в своих видео, это не значит, что я говорю неправду, это значит, что Америка – огромная страна, и существует очень много народностей и акцентов. Меня зовут Кирилл, это был Easy English, увидимся с вами в следующую субботу. Хороших всем выходных. Пока!